Уважаемый житель авиационного организона Бельбек, ко мне с просьбой обратился наш житель Дема Сергея, который проживает по улице Федоровской, дома 57. Вот такой проблемой, которая произошла с ним недавно и которую мы поднимаем уже общественностью организона более трех лет. Прошу вас, Сергей. 2 числа 03.2021 года я возвращаюсь с работы. Сел на 52 автобус, 52А. Приехал до конечного гарнизона. Выходя из автобуса я ступился в люк, там где люк был ниже асфальта. То есть автобус сдавал задом? Да, автобус сдавал задом и когда он остановился, я выходя из автобуса отступился и сломал... То есть получается, что люк оказался рядом с выходом с автобуса? Да, да, да. И вот тот самый люк коварный, который оказался ниже уровня земли. И так случилось, что автобус остановился дверью как раз напротив этого люка. Человек выходил, оступился и подвернул ногу. Остался без работы. Люк оказался прямо с выходом с автобуса и я отступился и порвался без связки на ноги. И хотелось бы, чтобы водители не нарушали правила дорожного движения, не сдавали задом и не остановились возле магазинов, а ездили по кругу по маршруту, как положено. Хорошо. Хорошо. У вас есть справка подтверждающая? Да, есть справка подтверждающая, что я вот, пожалуйста. Ну-ка. То есть у вас получается трудоутрата большая, неизвестный срок, да? А насколько мне июз, то я сам автобус? Да, я сам автобус, я сам автобусник. Правила никогда не прошло. Вы обращались к депутатам, обращались к правительству, пообещали исправить эту ситуацию по маршруту, никто ничего не исправляет. Ну, два года назад мы обращались к Симтранс, компания, которая считает перевозки здесь. Они были согласны нам сделать маршрут один в одну сторону, другой в другую. Вот у Валерия Михайловича есть бумаги, я потом сюда еще раз поправлю. То есть они нас поддержали на предложение. Но почему-то транспортная компания, которая занимается, или городской департамент транспорта, не отреагировали на эту просьбу. Ну, сегодня опять ситуация возникла такая. Мы обращались в марте 2019 года, уже в марте 2021 по этой проблеме. Я хочу сказать, что директор магистрали Юхарыков, он отнесся положительно к этому. И по войне были направлены куда надо, в департамент транспортального развития. Ну, ничего не сделали. Ну, он письмо подготовил и отправил, я помню, это письмо было, да. Он не отказал нам от маршрута, как намеченные водители, так и ездят. Поэтому я считаю, что маршрут номер 52 однозначно нам надо пускать, как мы раньше решали, по кругу, чтобы не создавать аварийные обстановки. А лето что будет? Вы сами видите, что происходит. Хорошо, Сергей, мы сейчас... Зайдем на мезы, посмотрим еще раз. Да, все, а сфотом еще раз. Это понятно, что я попал молодой. А если попали бабушки, были дедушки, это бы еще хуже было. Так мало того, вы без работы остались, кто себе кормить будет? Да, без работы остался. Кто бы себе кормить? А если бы ребенок вот так попал бы под колеса? Вы не скажете, что мы вот этот видеоролик отправим в департамент по центральному развитию Севастополя для информации? На площади Захарова был случай, вот, или год ему назад, когда автому сдавал назад и сбил женщину, и повредил ее и для рук, и для ног. Нас тоже будет. Спасибо. Пока чего не случится. Спасибо. Будем инфаризировать вас, что будет происходить, а вы будете видеть. Спасибо, до свидания. Спасибо, до свидания. В этом месте был сделан зебра, установлен знак пешеходный переход, чтобы люди могли двигаться на ту сторону, там положить сладь до конца, и это движение, чтобы было человеческое, до автобусной остановки. Потому что жителям, которые находятся в этом районе проживают, нет, где перейти дорогу к допускной остановке маршрута номер 52. Остановка этого автобуса 52-го за поворотом, почему он останавливается здесь и высаживает людей? Здесь же высаживают 52-й А. Дальше на остановку пошел на пешеходный переход. Теперь будет там брать пассажира. Валерий Михайлович, покажите, пожалуйста, на своем примере, где же будет пешеходный переход. Вот здесь должна быть зебра, и здесь должен быть пешеходный переход. Вот здесь должно быть ограждение сделано. То есть пешеходный переход, да? Да, и пол до остановки, чтобы не выскакивали на проезжую часть. Особенно летом, когда есть очень много народу. Пройдемте дальше, посмотрим, как дальше это будет выглядеть. Здесь от дорога до поворота, и от поворота... То есть здесь делать тротуар? Тротуар в однозначном порядке. Ибо, как видно здесь, другого места для перехода безопасного людей нет. Люди остаются врасплох вот здесь, где машина проходит на перекрестке, в Сютрогранном вот этом. И не знают, как перейти дорогу. Вот здесь, где мы идем, здесь надо положить дорожку. Вот так. И эту дорожку довести вот до сюда. То есть на остановку? Да, да, в том числе, это будет безопасное перемещение людей. Но на посадке в автобусе... В принципе, люди так и ходят, потому что... Видите, как она утоптано все, тротуары тут, утоптано же полностью. Вот. Просто надо благородить, все положить, поставить знаки. Далее, хотелось бы сказать, что со стороны гарнизона ведь тоже негде выйти человеку, подойти к автобусу. Люди рискуют постоянно своей жизнью. Поэтому надо вот, где ограждение начинается так же... Я покажу сейчас. Вот так все. Вот так все. Так же сделаем пешеходную дорожку. Вот так провести ее, завернуть сюда. Валерий Михайлович, а не проще здесь убрать пару плит и сделать выход сюда на автобус? Департамент, мы пока планируем так, здесь установить знак пешеходный переход и сделать зебру. Ну, люди предоставлены сами себе. Мы это видим, мы здесь живем, мы боремся четвертый год, но ничего не делается. Случай, который произошел недавно, этому еще подтверждение не имеют. Ну, вот выезд из гарнизона, из-за городка. Здесь мы ходим. Народ вот бущает, вот эта всякая фигня здесь. Говорит, пора носить эту фигню. Некоторые даже желают сами придять участие в этом. Вот пешеходный переход. Идет в магазины сюда. И вот на этом пешеходном переходе, с вами становится автобус. 52А, маршрут, за ее залом сюда. Подходит лето. Будет массовое движение транспорта отсюда и выход вот на этот маленький пятачок. А знака «Уступи дорогу» нету с этой стороны. А хотелось бы. Но есть знак «Пешеходный переход», на котором стоит рейсовый автобус 52А. Хочу немного прокомментировать эти документы. Они зарегистрированы, они есть в департаменте. Но самое главное здесь, обращу внимание на то, что видите, написано в предложении схема маршрута, и написано «Заездной карман», который нужно было делать. Но здесь требуется, согласно документам, понятно все. Но почему автобусы не заезжают в «Заездной карман», а высаживают там, где не положено, и делают посадку пассажиров на пешеходной перекрестке, сдавая задом, нарушая дважды правила дорожного движения. Вот в этом все заключается.